Братья и сестры, все присутствующие, сегодня служение будет вести семейное. То есть мы подготовили программу и тема нашего служения – любовь к ближнему. Тема очень интересная, очень глубокая, и вроде бы мы все понимаем и все знаем. Но когда мы готовились, мы пришли к тому, что еще многое нам надо узнать и многое постичь. Потому что Бог наш, Он хочет нам подарить то, чего мы не имеем – это любовь. Друзья, мы сейчас будем размышлять, будут проповеди на эту тему. А мы вместе с вами давайте вникнем в то слово, которое говорит Господь. Ведь любовь – это Бог. Бог есть любовь. Любви, как таковой на земле, без Бога не может быть. Поэтому то, что дает Бог – это счастье. И хорошо, мы говорим, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Мир и покой дарует Господь. Мир тревожен. Мир всегда в суете, мир всегда в тревоге, в опасности. А с Богом человек находит утешение, находит покой. Итак, наша тема нашего служения – это любовь к ближнему. Друзья, я хотел бы, знаете, с чего начать? Я когда готовился, для меня было открытием. Хотя я читаю Библию давно и проповедую, но для меня было открытием. Вы знаете, когда Иисус Христос был на земле, Он сказал такие слова. Помните, когда Его подошли и спрашивают, а какие заповеди главные? Скажи. Они искушали Его, хотели проверить, насколько Иисус от Бога. Он говорит, возлюби ближнего, возлюби Бога всем сердцем, всею душой, всем разумением, всей крепостью Своею. Вторая заповедь подобна первой. И ближнего, как самого себя. Вы знаете, когда Иисус сказал эти слова, то Он сказал, вот первое слово, самое главное, которое прозвучало – возлюби. В Ветхом Завете этого слова нет. Если вы начнете изучать и интересоваться тем, что возлюби ближнего или возлюби брата, нет таких слов в Новом Завете. Есть только одно. Бог говорит, за то, что Он возлюбил меня, ну, человек, который любит Бога, который ищет Бога, и Он душу свою Богу, сердце отдает. Он говорит, за то, что Он возлюбил меня, я Его благословлю, нас ищу днями, я сделаю для Него все. И когда человек молится и говорит Богу, Господи, я возлюбил Слово Твое, потому что оно чисто и оно сладко. То есть к Богу возлюби слово возносится. И когда мы открываем Ветхий Завет и читаем 10 заповедей, которые все знают, все знают 10 заповедей, там нет слова возлюби. Я Бог Твой, никому не поклоняйся, кроме как мне. Я, ну, и написано, что не сотвори себя кумира. То есть постановление. Родителей надо любить или что делать? Как в Ветхом Завете написано, кто помнит? Как с родителями поступать надо? Почитать. Даже не любить, почитать, то есть уважать. Вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что у человека очень испорченное злое сердце. Моисей, ну, когда Иисус Христос, помните, к нему подходят и говорят, как же не разводиться? Мы хотим разводиться, нам не нравится вот этот человек, вот эта женщина. Я хочу сделать другую женщину. А он говорит, а я говорю, вам нельзя разводиться. Христос говорит своему народу, Израилю. А он говорит, как это нельзя? Моисей нам дал разводное письмо. Если кто напишет письмо, пожалуйста, нет вопросов. Что отвечает Иисус? Этот закон вам дал по жестокосердию вашему. У вас очень жестокое и злое сердце. Вы непримиримы. Вам по-другому нельзя. Да, лучше отпусти этого человека и не мучай его. Но это потому, что у тебя жестокое сердце. И когда Иисус Христос сказал заповедь, возлюби ближнего, для них было открытием. Потому что то, что они полагали, ну, то есть они привыкли к этому. В Новом Завете вообще было все строго. Не послушался родителей, если поднял руку на родителей ребенок, побить камнями. Если кто-то ворожит и гадает, побить камнями. Если кто-то поклоняется чему-то Богу, побить камнями. Жестокость и строгость – это условия сохранения закона, ну, святости Бога. Народ израильский должен был сохранить святость. У него были такие законы. И Бог их четко определил. И весь закон написан – не делай. И этого не делай, и этого не делай. Везде запреты. Но когда приходит Иисус, Он дает, ну, открывает новое. И когда, вы помните, к нему подошел еще этот Новый Завет, когда подходит к нему один юноша и говорит, «Как мне достичь Царства Небесного? Ну, как мне туда попасть? Ну, что мне надо сделать?» А Он говорит, «А как ты читаешь? Как ты понимаешь то, что ты читаешь? Что ты знаешь? Какую заповедь надо исполнять?» Ну, Иисус спрашивает этого человека. И знаете, как Он отвечает? Он отвечает уже так, как говорил Христос. То есть, Он слышал те слова, которые говорил Христос до этого. «Возлюби ближнего». И Он повторяет эти слова. «Возлюби Бога всем сердцем. Возлюби ближнего». И Он говорит, «Недалеко от тебя, Царство Небесное». Ты понял, что «возлюби» – главное слово в этих заповедях. И Бога, и человека надо возлюбить. И, друзья, то, чего у нас нет от природы – это любви. В человеке нет любви. То, что вы называете или мы называем любовью, это, знаете, как говорится, из двух зол я выбираю меньшее и думаю, что это добро и что это хорошо. У Бога не так. Вот Иисус Христос в Луке, 6 глава, написано 31 стих. Его знают все. Этот стих очень открывает Евангелие, открывает вообще содержание того, что Христос хотел сказать, и чему научить учеников, и чему мы сегодня учимся. И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. То есть, я хочу, чтобы было хорошо, но когда я в какой-то ситуации нахожусь, мне надо поступить так, как бы я был в этой ситуации, и как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись. Я бы хотел, чтобы меня поняли, или хотя бы выслушали, или хотя бы проявили внимание и не осудили меня за это. И как прекрасно, когда вот так вот быстренько сориентируешься и примешь такое решение, как будто ты сам себе принимаешь. Вот. И в этой же главе, в Луке, 6 главы, сегодня у меня поздравили с утра, не знаю, от людей, от людей неверующих, но по работе. Приходит сегодня, оказывается, прощенное воскресенье какое-то, даже не знаю, но это такое, понимание такое. Друзья, в воскресенье произошло прощение Господа Иисуса Христа всех нас, грешников. И мы теперь живем прощением каждый день. 37 стих. «Не судите, да не судимы будете». И прощайте, и будете прощены. И здесь говорится о чем, друзья? Здесь говорится о том, что ты будешь прощать, не судить будешь человека, и прощать ты будешь человека, а тебя за это не будет судить Бог. И прощать тебя будет Бог. Это степень намного выше, наивысшая степень прощения. Да, и человек тебя простит. Но самое драгоценное, он говорит, что не судите и не судимы будете, говорится о Боге, который будет видеть, как ты поступаешь, и он будет радоваться, и будет с тобой делать то же, что и ты делаешь. Потому что это внутренность Бога – прощать и миловать. И его желание человека насытить благословениями, радостью. Мы пьем о радости. Вообще спасенный человек – это радость в жизни. Вы знаете, в Ветхом Завете я еще хотел напомнить, сказать, Бог тоже давал определение для своего народа. Мы говорим, что израильский народ – это был, так скажем, народ избранный для того, чтобы святость и чистоту и закон Бога донести. То есть, чтобы пришел Иисус Христос, нужно было, чтобы был народ, который бы чтил законы Бога, который бы соблюдал. И через этот народ Бог хотел дать спасителю всему миру, для всех, не только евреев. И этот народ сохранился в святости. Эти заповеди – это было условием сохранения святости израильского народа. Так вот, эти люди были жестокие по своей внутренности. Они не могли, ну там, если надо было, как закон гласил, око за око, зуб за зуб. Все. Тут хочется. Если даже ты убил, надо убить этого человека, который убил намеренно. Если он это сделал намеренно, его надо убить. Потому что те будут люди постоянно за ним гнаться. Если он убил ненамеренно, Бог даже это предусмотрел, пусть он уйдет в другой город, специальный город был, и он там спрячется, чтобы его те мстители не настигли. Этот город был укрытием. Если это произошло ненамеренно, вот так вот, случайно, как-то, я не знаю, ну, всякое в жизни бывает. Бог и об этом позаботился, чтобы зло не росло, чтобы зла не было в сердце его народа. И он говорит, я сейчас не буду, это во второзаконии, 22 глава, там написано, если ты нашел какую-то вещь, да, утерянную, или овцу, или что-то, то отдай ее брату, ну, тому, кому она принадлежит. А вдруг его нет, или ты не знаешь, чья это овца там, или чья это одежда. Тогда возьми себе на сохранение, положи. И когда объявится этот человек, ну, скажет, ой, я там потерял овцу, или вола, или одежду, то отдай ему сразу. Не это ли проявление уважения к ближнему? Это было законом для них, они были так должны сделать. А если кто-то украл и был обнаружен, что он вор, вчетверо отдай. А если кто-то взял на сохранение и пропало, то если ты не причастен к тому, что пропало, написано, клятву скажи, что я клянусь, я не брал. Все, с тебя снимаются все обвинения. Но если не так, ты должен вернуть. И даже когда брат брату продавал, и это Бог усмотрел, Он говорит, когда вы продаете друг другу, ну, что там, меняетесь вещами, там же даже ту же скотину продаете, или еще что-то, то если продаешь или покупаешь у ближнего, не обижайте друг друга. Ты продавай так, как будто бы ты покупаешь. Продаешь. А ты, когда покупаешь, как будто ты хотел продать. То есть и цена станет нормальной, ну, справедливой. Потому что всегда хочется продать подороже, а купить подешевле, это нормально. Ну, как бы, но даже в этом Бог усмотрел такое. Но когда приходит Иисус, то, что Он делает с людьми, которыми Он в церковь объединяет, церковь, верующими людьми, Он дарит новое сердце. Сердце, способное любить. Его сначала надо очистить. Оно не способно любить, оно жестоко, оно каменное. Бог говорит, что когда человек кается, выходит и говорит, Господи, я виновен. Я виновен перед тобой, перед тем, что ты умер на кресте, потому что я грешник, ты за меня умер. Мое место было там, на кресте. Он, когда это говорит, то кровь Иисуса Христа его омывает, очищает. Все. У человека сердце чистое. Теперь действие Святого Духа. Он входит в человека. И теперь человек способен любить. Потому что любовь от Бога. Она Духом Святым извелась в сердца нашим. Иоанн говорит такие слова. Возлюбленные, будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Друзья, мы читаем книгу, Библию, лишь потому что мы хотим научиться любить. Все, что нужно для того, чтобы научиться, это открывает нам эта книга. Она величайшая, она глубочайшая. Ее невозможно постичь, потому что здесь Бог. В ней столько содержится глубины и знания, что ее все вместить не способны мы сразу. Поэтому мы читаем, читаем. И открывается все больше и больше. Вот как для меня открылось, что, оказывается, в Ветхом Завете не было, чтобы я любил ближнего. И кто такой ближний, спрашивает человек. Мы будем слушать сегодня в проповеди. Да ближний – это тот, который рядом с тобой. Вдруг оказался рядом. Он ближний. К нему можно протянуть руку. Вот к нему ты должен поступать так. К ближнему нужно поступать. То есть мы говорим сегодня о любви к ближнему. И это, ну, вы знаете, вообще, Христос сразу поднял такую планку, когда пришел на землю, то есть говоря об Евангелии, об Царстве Небесном, о человеке, который их слушали. Он говорит такие слова. Это опять же Евангелие от Луки, 6 глава. Только я прочитаю с 27 стиха. С 27, ну, и по 31, которым я уже сегодня читал. Лука 6, 27. «Но вам, слушающим, говорю». Сегодня говорит Христос нам, тогда говорил всем, кто его слушал. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благовотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебе по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему дай, и от взявшего твое не требуй назад». Итак, «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Эта планка была непреодолима. Вот когда Христос сказал эти слова, невозможно любить врагов. Друзья, мы сегодня этому учимся. Нам и ближнего даже порой трудно полюбить. Вот настоящей любовью, чистой, искренней, без каких-то там тайных мест. Вот так вот, по-настоящему, как Христос нас любит. Вот то, что Бог нас любит, никто не сомневается, друзья. Даже неверующие люди, они убеждены, что Бог их любит. И это так. Но Бог хочет, чтобы эта любовь была и в сердце каждого человека. И Он говорит людям, которые Его слушали, «Любите врагов ваших». Они не могли этого сделать. Они не способны были. Когда Христос умер, когда Христос воскрес, и когда Он кровью, и когда те люди покаялись и сказали, «Да, Господи, мы грешники, прости нас», тогда эта любовь вошла в сердце наше. И сегодня мы живем... Почему верующие отличают светлое лицо, улыбка на лице, взор светлый? Да потому что радость внутри. Нельзя скрыть эту радость. Как вот молодожены, или там молодая пара идет на свадьбу, там готовится. У них... Им не надо говорить, что они... Что-то хорошо у них. У них на лице написано, что у них радость и торжество. Потому что это внутри. Поэтому и сегодня верующих отличает от неверующих людей. И именно это состояние – радость в Иисусе Христе. И еще вот одно место в Ветхом Завете написано. Интересное место. Иеремия 34 глава, 15-17 стихи. Там такое событие интересное. Значит, Бог сказал через пророка, что надо отпустить всех рабов. Было так в Израиле, что человек когда не мог заплатить за что-то, и он продавал сам себя. Еврей еврея продавал сам себя. И жил как бы, работал, как в долг за то, что он должен, не может отдать долг. То приходил седьмой год, написано, и надо было этих людей отпустить. Чтобы брат твой не был тебе рабом, ты должен его отпустить. Пророк сказал, народ послушал, и все отпустили. Все отпустили своих рабов. Но потом передумали. И всех их вернули обратно к себе на положение. И знаете, что Бог сказал? Ему это очень не понравилось. Он говорит такие слова. Вы ныне, это 34-я Еремия, 15-17. Вы ныне обратились и поступили справедливо. Объявив каждый свободу ближнему своему. Но потом раздумали и обесславили имя мое. Посему так, говорит Господь, вы не послушались меня, чтобы каждый объявил свободу брату своему. «Зато вот я, говорит Господь, объявлю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду». Вот такая аллегория, параллель такая. Вы не объявили свободу своему ближнему, брату не объявили. А я сейчас объявляю вам, всему народу, кто это сделал, свободу мечу. То есть вас будут поражать мечом. Вы будете болеть, вы будете уничтожаемы, потому что вы не захотели сделать так, как я сказал. Вы сначала поступили справедливо, а потом обесславили имя мое. Богу не нравится, когда мы держим обиду на другого человека. И вот эта заповедь, которая говорит, не судите, да не судимы будете, это говорит о том, что мы должны понимать и быть выше этого. Выше этого Христос. Он умер за нас, когда мы были все грешники. Он умер, когда мы грешниками были. То есть никто не был достоин, никто не заслуживал внимания Бога, но он это сделал потому, что он любил нас. Друзья, ну, еще Христос, когда молится в первосвященческой молитве, он говорит такие слова. Я не хочу, чтобы ты забрал их из мира Отца. Он говорит, ну, как бы хорошо уверовать и раз сразу на небо. Наверное, многие верующие, когда из тяжелых грехов освобождались, и у них, у меня дядя был, он просил Бога, чтобы он его забрал сразу на небо. Он был так счастлив, что он освободился, что он стал свободен, и что у него другая природа, он говорит, забери, я хочу быстрее на небо, я хочу увидеть еще большую красоту. Так вот, Христос говорит, я не хочу, чтобы ты их забрал. Нет, я хочу, чтобы ты их сохранил от зла. Друзья, зло, оно в плоти нашей живет, но любовь к Божьей, она побеждает, это зло. И Христос не хотел, чтобы у верующих проявлялось какое-то зло, ну, то есть, как бы, какие-то, вот это же, непрощение, судить кого-то, обижаться на кого-то. Тут в послании в одном написано, что, Яков пишет, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у ворот, у дверей. То есть, Яков пишет верующим, братья, не ропщите друг друга, не сетуйте, не жалуйтесь друг на друга. Судья стоит и он меряет. А меряет как? Вашей меркой. Вот вы взяли мерку и померили человека, и оценили его. Бог говорит, а теперь я беру эту мерку, я обвеляю вам свободу, мы читали, да, какую свободу обвеляет? Как вы мерили, и я вам отмерю, так вот, судья стоит у ворот. Так вот, Римлянам 13 глава, Павел пишет, 10 стих, написано так, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Друзья, вот как просто и с другой стороны непостижима. Не делать зла, это проявить любовь, а любовь от исполнения закона. Все, кто любит, тот исполнил закон. Это главное в законе. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Это основное ключевое слово. Поэтому, друзья, я еще хотел напомнить, ну, сказать, то, что в нас, вы не думаете, что кто проповедует, или кто-то считает стихи, или кто-то поет, настолько свят, что уже удостоился такой чести говорить о любви ближнему. Никто из нас этому, ну, как бы, если так вот брать, я думаю, что нам далеко еще расти до этой любви совершенной. Но Соломон, царь, да, израильский, он был очень мудрым, он исследовал дела людские, он смотрел на жизнь людей, проводил какой-то анализ, он говорил такие вещи, которые, когда читаешь, иногда, видишь себя, например, вот притча 12 глава, 16 стих, у глупого тотчас гнев проявляется, а благоразумность скрывает оскорбление. Благоразумность скрывает, а у глупого гнев, ну, раз у тебя гнев проявился, и ты понимаешь, что Бог тебя характеризует как одним, ну, ты глупо поступил, так сделав. Или там 14 глава, 17 стих, вспыльчивый может сделать глупость. Вот вспыльчивый человек, ну, это у меня такая природа, говорит человек, да, природа хорошая, ну, как сказать, нехорошая, природа есть у тебя, но она тебя ведет к глупости, ты сделаешь глупость, когда ты вспыльчив, ты не контролируешь себя, тебе надо быть, ну, внимательным, тебе надо быть сдержанным, поэтому качество Бога это терпение, долго терпение, то есть, это то, что делает нас мудрыми, кто не спешит. Или там, например, часто такое бывает, да, человек начинает говорить, а мы уже понимаем, что он уже хочет сказать, и мы настолько мудры, что сразу ему даем ответ на этот, его, он еще не договорил, а царь Соломон видел таких людей, наверное, в свое время, и он говорит, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, ну, послушай, пусть человек скажет до конца, может, он как бы, ну, совсем другое хочет сказать, но мне кажется, что он уже, что там слушать, когда я уже все понял, и оказывается в глупом состоянии, в ситуации. Друзья, это человеческая натура, она проявляется, и в нашем сердце, друзья, у нас есть плоть, она любит превозноситься, она любит, чтобы ее хвалили, а дух, он не такой, он противен плоти, он хочет любить, он хочет смиряться, он хочет терпеть, но плоть, она вспыльчива, оп, и проявилась, а духу надо сдержанность, надо терпение, поэтому, друзья, одна мудрость людская такая, говорит так, иногда, мы стараемся иногда, знаете, быть такими честными, справедливыми к другому человеку, что, ну, торжествуем, когда свою правоту, ну, или свой вердикт выносим, и мудрость такая, челеская, она, кстати, с библейской согласуется, иногда, докопавшись до правды, хочется закопать ее, обратно, вот так бывает, что мы, вот нам кажется, что человек, ну, ситуация, ну, просто в пользу меня, и я выступаю тут вообще, ну, просто ангел, крылья сзади, мешают, пиджак, чтобы вы расправились, а потом, когда ситуация разбирается, оказывается, это ты, и не прав, и хочется уже думать, зачем я эту правду хотел вытаскивать, зачем оно мне надо, может быть, и не надо было бы, может, потерпел бы, а может, мудрый, скрывает оскорбление, это было бы лучше для меня, я себе так сделал, и терпеливый лучше, чем полчища войска, ну, друзья, поэтому, мы сегодня говорим о любви к ближнему, и это качество, которое мы растим в себе, которое Бог нам подарил, и нам надо просто этим пользоваться, научиться пользоваться, проявлять долготерпение, милосердие, потому что отец ваш небесный, он милосерд, у него это качество, и он хочет, чтобы вы были милосердными, то есть в вашем сердце была милость ко всем, ко всем, ко грешнику, к людям, ну, злым, нехорошим людям, должно быть милосердие, они это делают, потому что подвержены злу, подвержены, ну, власти сатаны, власти этого мира, сатана витает в воздухе, в дух нечистый, он в воздухе на земле, поэтому он может управлять людьми и делать много зла. Друзья, и в заключение один стих прочитаю, очень известный, это тоже, вообще апостол Иоанн, он, ну, как бы открывает Бога, не просто Матфей, Лука, Марк, они пишут о событиях, об Иисусе Христе, но Иоанн, и его послание, и Евангелие, они отличаются радикально от того, что пишут другие евангелисты, они открывают, он хочет, как бы открывает Бога, как бы изнутри, что хочет Бог, когда говорит что-то, или что он, когда он делает что-то, почему это он делает, он как бы это хочет открыть, и, ну, и поэтому, Иоанн Георгий Иоанн, оно особенное какое-то, знаете, когда его читаешь, и даже людям рекомендуют, Иоанн Георгий Иоанн, первое начинает читать, потому что оно затрагивает струны души твоей, сердца, те, которые никто не может затронуть, то есть это Бог начинает играть, играть на твоем сердце, чтобы ты зазвучал, не просто лежал ненужным инструментом где-то на полке, а чтобы ты начал звучать, и вот этой симфонии любви церкви, вот симфонии этого оркестра, ты заиграл, и научился проявить любовь, поэтому Иоанна, я заключение читаю, первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих, написано так, Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас прибывает, и любовь его совершенно есть в нас, друзья, у Бога любовь совершенная, без изъяна, у нас не такая, но она есть в нас, и мы ее достигаем, вот этой любви совершенно, как у Бога, ее невозможно достичь, друзья, только в небе откроется, но если мы стремимся, у нас получается идти вперед, у нас получается преодолевать то, что запинает нас сегодня, если мы только думаем, что совершенно все, это не к нам, все, мы останавливаемся, если мы любим друг друга, то Бог в нас прибывает, Аминь.